Ну, как пришли к металлургии? Отец работал плавильщиком. Я после школы на завод устроился, это был 80-й. Завод 80-й. Слесарем работал. Ну, как-то на обеде пришел к нему посмотреть, что-то такое. Ну, все увидел, вот у меня теперь так и получилось. Хотя отец отговаривал, говорит, что работа неблагодарная, тяжелая. Десять лет отработал в литейном цеху, потом перешел на запрос в Стальмартен. Ну, вот в последний день уже 20 лет отработал в Стальмартене. Не жалели, что пошли именно, выбрали? Нет, нет. Нормальная, настоящая работа. Какая температура у вас летом? Ну, я не мерил. Ну, немножко теплее, чем на улице? Да, чуть-чуть теплее. Вот мне рассказывали Сталивары, лет 40 назад, которые работали, что человек в Мартыновском цехе за смену выпивает ведро кваса. Это правда или придумано? Ну, чуть-чуть меньше. Ну, в общем, это реально. Пол ведра точно, да? Это даже за пол ведра разговора нет. А вот у вас в цехе были какие-то случаи интересные, когда кто-то кого-то разыгрывал? Ну, обычно старики-новичков немного разыграют. Одновременно и учат чему-то. Это все серьезно в этом плане у нас. Учить учат, а именно розыгрыш. Там пристанино начали разыгрывать. Розыгрыши может там и покалечиться, и еще что-нибудь. Нет, такого не делается. Кто были ваши учителя? У меня был первый старый ворот, это Александр Карпенко. Но он уже не работает. Ну, спасибо ему большое. Вот чему научил? Не обязательно там, как держать в руках, там, какой-то прибор. А может быть, какое-то одно его слово или фраза. И вам запомнились на всю жизнь. Я, в общем-то, и подготовленный прошел. 10 лет литейного цеха тоже о чем-то говорит. Ну, были там нюансы, учили меня. По-любому учили. Ну, нет, так сказать, я не могу. А вы уже тоже учитель теперь, в свою очередь? Ну, да, в каком-то плане, да. Кого вы учите, чему и какие у вас ученики? Ученики все были хорошие. Не могу пожаловаться. Ну, сейчас подручные у меня. Ну, я считаю, что это мои подручные, самые лучшие в цеху по всем печам. Это Витя Бойко, Александр, Клеба. А они вас как-то поздравили? Вы еще, я думаю, им сказали, что такое? Шура, Клеба, он в отпуске где-то на морях был, увидел, позвонил, поздравил. Все поздравляли.